Всем доброе утро. Мы идем в садик. Ванечка, пойдем, а то на автобус опоздаем. У нас вчера, ребята, после грузы не было света. Я звонила службе 112, сказали сделать. Не знаю, видимо, то ли ночью появился свет, то ли утром. Вот факт, что не было света. У меня телефон разрядился, я не смогла. Мне надо было девушке перевезти денежку. Я не смогла перевезти, отдать. Она меня занимала. И потом надо было влог выпустить. Я тоже вообще ничего не смогла сделать, поэтому вот такая вот фигня. Ну, вы его уже, наверное, посрели, который я выпустила. Да, Ваня? Выходим. Сегодня Ваня с собой. Шагай, Ванечка. Обувай. Абул? Идем. Пойдем. Шагай. Кого? Вот розетка. Розетка здесь ни при чем. Просто из-за грозы вырубила. И гром гроза была. Ваня взяла новые сандали с собой. У него порвали все в садике сандали, поэтому новые взяла. Ладно, идем. Всем добрый день, дорогие друзья. Как вы заметили, я в шапочке. У нас уже утром. Василиса, кышь отсюда. Оксаночка, припери, пожалуйста, это Светина. Дети у меня начинают просыпаться. Я готовлю кушать. У меня варится свинина. Как вы знаете, свинина варится долго. В целом, вчера я уже утром говорила, что у нас был ураган. Ну как, ветер сильный, гром сильный, молния сверкала. И вырубился свет. Я вчера звонила сначала пожарную, спросила, когда можно позвонить насчет того, что по нашей улице света нет. Потом позвонила по тому номеру, который они дали. Мне там сказали, позвоните по другому номеру. По другому номеру позвонила. И они сказали, ждите, Бесс разбирается. В чем причина? Почему нету света? Не знаю, когда. Но вот я в 2 часа ночи легла, света не было. Утром встала, уже свет есть. Вчера не постиралась, ничего не сделала. Из-за того, что не было света. Это вообще полный трындец. И хочу сказать по поводу... На канале Жизнь домашних животных вышло видео, где я обзоры снимала на карман дача всякие. Дорогие друзья, у нас их нету, этих животных. Это мы покупаем нашим знакомым. Нас спросили у нас даже все еще... Сейчас я вам покажу. Один у нас пачка... Вот она, пачка с кормом новая одна лежит. А что буду тоже знакомым уносить. И на обзор мы снимали. Шанчаленок есть у моей знакомой. Мы будем к ней ходить и снимать это. Потому что я ей сказала, раз я делаю обзоры, значит я и снимаю. Но мне разрешили. Поэтому я делала, да, обзор корма. Какой корм. Все это будет уноситься туда. И не пишите глупости, ерунды. Ну, хотите, пишите. Это даже лучше. Комментарии меня только к улучшению. Поснимаю у нее обязательно шанчаленка. Поснимаю у нее еще есть разные животные. Поснимаю обязательно и покажу. Кто это, у кого это, не скажу. В целом, чем мы сегодня утром занимаемся? Нам морской свинке кабачка нарезать, да? Дать кабачок ей дать. Надо кушать. Варим еще дальше. Да, улиток надо покормить. Улиткам тоже нарезать сочку, чтобы она немножко постояла. Водой пропиталась, а потом уже буду давать. Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. Будем готовить кушать. Я готовлю дальше кушать. Что-то камера сильно высока, да, наверное. Хотела похвастаться. Смотрите, кое вчера мне букетик. Мои детки нарвали. Когда мы с садика шли, и он у меня стоит здесь на кухне, меня радует. Я морковку тру. И вот знаете, сейчас зашла на канал «Жизнь с домашними животными», а поставит комментарий. Вообще, конечно. Дорогие друзья, вы не забывайте, что у меня уже у постоянного клиента, как раньше мы держали много животных, скидки определенно есть. И многие через меня заказывают то корма, то какие-нибудь... Они знают, где я что смогу качественно отыскать, поэтому заказывают. В этом нет ничего такого, то, что я показываю на своем канале. Я обговариваю это то, что я покажу попытки. И что такого? Это корма. Это просто обычные обзоры кормов. А кто выключил плитку? Что-то плитка выключилась вдруг. Настало ничего. Нажимали на охоту? Как-то задели, нет? И поэтому, ребята, не удивляйтесь, что я буду показывать. Я и животных буду там показывать, но не своих. Свои у нас свинка, улитки, кошка, собака. Их я, конечно, буду показывать. Но также у подруги шиншилла, у кого-то есть мыши, у кого-то есть крысы, у кого-то есть хомяки. Я их буду показывать. Ребят, вы не забывайте, потому что это канал «Жизнь с домашними животными». А хомяки, крысы, мышки – это все домашние животные. Шиншиллы. Буду ходить по гостям и буду снимать для канала «Жизнь с домашними животными». Поэтому это нормально. Уличных буду животных показывать. Многие удивляются, потому что мы показываем обзоры кормов, которые покупали для тетеньки. Пожалуйста. Вы не забывайте, мы не за свои же деньги покупаем. Нам дают деньги. Мы заказываем со скидкой. Все. Я уже ей говорю, какая сумма получается. И мне она переводит, я оплачиваю. И потом я просто говорю, можно я на своем канале сделаю? Да, пожалуйста. В этот раз просто получилось так, что мы для своей лапусти новый корм «Литл Ван» заказали. Мы такой ни разу не брали. Но вот лапуська ест хорошо. И так, что ей надо было для шиншиллы. Я заказывала тоже. И пришел этот корм. Почему бы не сделать обзор? Ничего такого не вижу в этом. Пожалуйста. Ладно, я готовлю суп со свининой. С чем суп сварить? С какой крупой? Ильюша у меня приехал на все лето уже. Сдал он четверки-пятерки. Если он меня сфоткается, то этот табель я вам обязательно покажу. Потому что многие не верят, что Илья учится, что Илья хорошие оценки получает. Как-то я сказала, так мне поверили. Одно я даже некоторым показывала. С кем мы общаемся? В ВКонтакте, Вайбере, Ватсапе. Еще сейчас этот твиттер меня доча подключила там. Поэтому там я показывала. Многие видели эти оценки и очень рады за Илью. Но некоторые на эти не верят. Но, по сути, я доказывать никому ничего не собираюсь, ребята. Это я повторяю много раз. Я своему ребенку верю. Я знаю. Я вижу. В случае чего у учителя есть номер телефона. Она может позвонить мне и сказать. Ладно, я сейчас перетираю морковку для супика. У меня, по идее, есть тертая. Мне тут вчера или позавчера принесли почти полмешка мелкой морковки. Оставили на скамейке. Я не знала, кто. Но вчера узнала, поблагодарила. Еще раз хочу сказать огромное спасибо. Она хоть и мелкая, но я ее тетру и в морозилку убираю. Она понадобится уже. В большой семье всегда все понадобится, ребят. Так что вот такие вот дела. И меня знакома попросила насушить листья, вот когда клубника отойдет. Листья клубники ей набут. Нам, кстати, тоже набут палочником на зиму. Ну, там посмотрим уже. Ладно, дорогие друзья, я дальше готовлю. И потом покажу, что я приготовила. Да, по поводу видео. Настя выпускает два раза в день. Я бы рада, ребят, выпускать. Интернет вообще не идет. У меня, вы видели, что несколько дней по два видео выходило. У меня в запасе еще много видео на телефоне. Но я их выпустить не могу из-за того, что я не могу. У меня интернета нет. У меня очень плохой интернет. Из-за этого, блин, пытаешься по два видео в день, но не получается. Когда получается, я выпускаю два видео в день. Вы видите, что у меня с большим опознанием видео выходит на два-три дня с опознанием видео выходит. Поэтому, видите, как получается. Ну, ладно, дорогие друзья. Буду, буду кушать дальше. Готовить детки потихоньку просыпаются. Хотя время еще рано. Ну, что-то они стали рано просыпаться. Просто я хожу, то там что-то делаю, то там прибираю, то там прибираю. И они от этого, видимо, просыпаются. Хотя стараюсь тихонько по комнате ходить. Это я на кухне шумлю. Но у нас, видите, дверей нету, поэтому слышно хорошо. Ладно, готовим кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok